Компания Элта представляет. В 2017 году в Москве и Московской области был объявлен кастинг в уникальный проект «Диачеллендж», участникам которого предстоит показать, что значит не бояться действовать. Изменить достаточно серьезно в своей жизни многие вещи. Три эксперта, шесть месяцев напряженной работы, одна цель. Они смогут начать управлять своим диабетом, понимать себя. Пока неизвестно, кто из претендентов войдет в проект. Каждый из них готов к преодолениям. Мы бросили себе вызов! А ты? Кастинг на проект был объявлен 2 марта 2018 года. Важным условием кастинга было снять минутный ролик о себе, о своей мечте. Из всех претендентов это сделали только 11 человек. Диабет отобрал у Елены не только беззаботную юность, но и мужа. Тема для нее болезненная, запретная. Сама от себя не ожидала, что когда-нибудь заговорит об этом. И уж тем более бросит себе вызов снова стать счастливой. Я устала. Я вот как три года муж умер, тоже диабет. Я не могу из этой депрессии выйти. И у меня охота поменять жизнь. Человек с сахарным диабетом, он нуждается в помощи. То есть в том, что делает его мощнее, сильнее. И то, что здесь будет происходить, с моей точки зрения, это уникальная вещь. На проекте Диачеллендж будет происходить процесс трансформации длиною в полгода. Дисциплина, постоянный контроль над питанием, эмоциями, уровнем сахара в крови, медицинские обследования и регулярные занятия спортом. Первые три месяца под руководством эндокринолога, тренера и психолога. Каждое воскресенье общие сборы в загородном доме, консультации, тренировки, конкурсы, испытания, отчеты. Второй этап – три месяца самостоятельной работы без экспертов. По итогам каждого этапа участник, достигший наилучших результатов на пути к поставленным целям, получит 100 тысяч рублей. В ходе кастинга планируется отобрать на проект 6 человек. Мы вам предлагаем вот такой формат вызова. Если вы готовы, если вы считаете, что вы готовы к нему, окей, поехали. Насте Мартынюк 20 лет, а ее диабету 16. В детстве за здоровьем девочки следили родители. Сейчас пришло время взять контроль над сахарами в собственные руки. Активная творческая жизнь, учеба в ВУЗе и частые ощущения беспомощности перед болезнью. Когда совсем плохо на душе, и не только на душе, очень хочется, очень нужна поддержка, серьезно, очень нужна поддержка. И я хочу, я безумно хочу попасть в этот проект, чтобы наладить свои сахара, чтобы поделиться своим опытом, чтобы набрать опыты у других людей, у профессионалов. Целый месяц эксперты ДиА-челлендж изучали десятки заявок. Но определиться, кто же эти шестеро, эксперты не могут до сих пор. Вероника Александровна, ну вот как не взять? А если меня убили, это норм? Да, главное, чтобы меня в этот момент не убили. Вероника Гергобиани держит свой диабет под контролем вот уже 10 лет. Подсчет хлебных единиц, доз инсулина, белков, жиров и углеводов для нее как дважды два. Недаром закончила физический факультет МГУ. А вот решить задачу с уменьшением потребляемых калорий Вероника своими силами не может. Моя мечта – укрепить свою силу воли. Я постоянно начинаю худеть, там месяц-два проходит, я начинаю срываться, выходить из режима. Снова там есть всякие бургеры, тортики. В общем, это ужасно, у меня дикая пищевая зависимость. Мужа Вероники Кирилла пищевая зависимость жены не беспокоит. Он больше переживает, что она не решается стать матерью. Мы с Кириллом уже давно говорим о том, что мы хотим завести ребенка, и начались какие-то сложности, связанные с диабетом у меня, ну и с физической точки зрения, и с психологической. Мне необходима квалифицированная помощь, чтобы развеять сомнения и попороть свои страхи. Она подходит под формат проекта, то есть у нее стоят две конкретные цели. Она мечтает о ребенке, и она мечтает похудеть. Я предлагаю все-таки пригласить всех, кто прислал видео, и пообщаться лично. В этой комнате, назовем ее символический залом ожидания, претенденты готовятся к встрече с экспертами. Из 11 приглашенных пришли 9 человек, и все с диабетом первого типа. Компания подобралась невероятно классная, веселая. Как будто бы мы одна семья. Но есть правило, регламент. Только 6 человек. То есть кто-то не войдет в проект сегодня. Очень хочется пошутить, что ситуация напоминает игру «Последний герой», и не хватает просто костра в середине. Есть валерьянка, друзья? Объявлена трехминутная готовность. Пришло время для очного знакомства. Здравствуйте, Анастасия. Я врач-эндокринолог. Меня тоже зовут Анастасия. Анастасия Плещева. Эндокринолог проекта. Заведующая отделением эндокринологии и диетологии сети клиник «Столица». Сотрудник Института иммунологии России. Анастасия начала меня расспрашивать, а вот это, а вот это. И еще таким строгим голосом. Я немножко, ну, меня немножко это как-то испугало. Вы танцуете? Да. Вы измеряете уровень сахара перед тем, как начать танцевать? Да, измеряю. Но не всегда. Почему? Пока Настя Мартынюк думает, как ответить на вопрос эндокринолога, в зале ожидания не смолкают разговоры. У каждого из присутствующих здесь своя история. У меня была мечта избавиться от диабета. В принципе, она и сейчас есть. Диабет пришел к Дмитрию Шевкунову в 15 лет. Вместо конфет – уколы, предательство друзей, неожиданная реакция самых родных и близких. Моя мама совсем не хотела принимать мой диабет. И она мне просто сказала – не колись. Вообще не колись, и все, я не хочу видеть. И все это закончилось тем, что я ушел просто из дома. А когда стал постарше, Дмитрий решил, что все с него хватит. Сейчас, конечно, я уже этого не делаю. Тогда я нарвал это чистотело, выжил из него много сока и пил там по чуть-чуть каждый день. В один момент я перестал вообще колоть инсулин. И я неделю его не колол. Ел все, что хотел. Но однажды у меня с утра было плохое состояние. Там мне было плохо. Короче, началась кетоацидоз. Диабетический кетоацидоз – острое осложнение сахарного диабета. Главная причина развития – дефицит инсулина. И как следствие – полное прекращение поступления глюкозы в ткани. Сопровождается повышением уровня глюкозы в крови и распадом жиров до кетоновых тел. Жажда. Частое мочеиспускание. Нарушение электролитного баланса. Стремительная интоксикация организма. После кетоацидоза отношение к диабету у Дмитрия изменилось. Он перестал экспериментировать и начал учиться жить. Особенно я стал следить за своим здоровьем после того, как у меня появилась семья, жена, дети. Я уже понял, что кому-то я нужен, и мне нужно обязательно следить за собой. От проекта Дмитрий ждет новых друзей, эмоций, знаний и 7 дополнительных килограммов веса. В отличие от других участников, он хочет набрать вес, а все остальные хотят сбросить его. Вам бы он был интересен. Да. Вы измеряете сахар два раза, утром и перед сном. У вас замечательные сахара, вы уверены в том, что все хорошо? Нет. В течение дня у меня либо нет времени, либо я во время работы не хочу напрягать, отвлекать своих коллег. Анастасия, мне показалось, быстро раскусила меня, что я совсем профан в диабете. Дмитрий, а когда последний раз вы проходили школу по диабету? Никогда. Дим, спасибо, мы тебе желаем попасть в проект. А к нашим экспертам идет следующая участница. Да идет она, собственно, не одна, а вот Ольга. Меня зовут Ольга Щекина, мне 28 лет, я диабетик, инсулинозависимый, уже в течение 6 лет. В настоящий момент нахожусь уже на 8-м месяце беременности. Я не очень представляю, как она бросит ребеночка, либо тут с ребеночком будет приезжать, ей же все-таки нужно и кормить. Ну тут, я думаю, зависит еще от семьи, то есть есть ли кто-то, кто будет готов ее поддержать. Ольга всегда была девушкой самодостаточной, яркой, неунывающей. Когда в 22 года ей поставили диагноз сахарный диабет, она испытала первый в своей жизни серьезный стресс. Коротко постригла волосы, перекрасилась в черный цвет. И ее муж сказал, ничего страшного, прорвемся. Ольга отлично ладит со своими сахарами, знает, как сделать, чтобы не падали и не вырастали. Словом, как и предсказывал ее муж, жизнь наладилась. То есть в какой-то момент я поняла, что нельзя столько себя жалеть, нельзя лежать на полу и рыдать, за что мне это. Скажите, вес на сегодняшний день какой? 95 килограмм. Сколько было до беременности? 78. Сколько вы хотите? 57. Когда вы были 57 килограмм? 57 я была до диабета. Когда Ольга пришла от экспертов, зал ожидания встретил ее шквалом эмоций. Волнение у участников проекта немного улеглось, и атмосфера из просто приятной превратилась в почти творческую. В зал ожидания к нам вернулась Вероника, и мы сейчас у нее спросим, были ли какие-то вопросы, может быть, немножечко неудобные для вас, или то, что просто вас удивило? Вы знаете, да, меня спросили про мои взаимоотношения со спортом. Я сказала, что спорт мне не очень нравился всегда. А если бы вам сказали, что добавив физическую активность в свою жизнь, можно гораздо быстрее изменить свой внешний вид и гораздо быстрее забеременеть? Я активна, я хочу во всем всегда участвовать. И это еще было со школы. Я ходила, мне кажется, во все кружки, в которые вообще можно было пойти. И я должна сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы стать лучшей версией самой себя. Я считаю, что для меня этот проект – это некий волшебный пинок. Хорошо, Вероника, у вас все будет хорошо. Спасибо большое, я уверена в этом. И следующей участницей у нас будет Даша. Друзья, давайте аплодируем Даше. Даш, ты готова? Да, я готова. Да, собственно, мы тоже готовы, эксперты тоже. Поехали, Даш. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно дам? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Даша. Меня зовут Екатерина. Я коммерческий директор компании «Элка». Екатерина Аргир – генеральный продюсер проекта, первый заместитель генерального директора компании-разработчика и производителя первого отечественного экспресс-осмерителя концентрации глюкозы в крови. Дарья, расскажите, пожалуйста, что вас привело на наш проект? У меня есть что рассказать. У меня достаточно интересная, насыщенная жизнь. И я здесь. А научиться чему бы вы хотели у нас? Или вы нас хотите научить? Нет, я хочу, чтобы меня научили. Отношения с диабетом у Даши складывались непросто. Диагноз ей поставили в 12. Диеты, больницы, уколы. А девочке так хотелось быть, как все. Я обманывала так. Я в ванной мерила сахара, расправляла их водой, чтобы выйти в комнат и показать маме, что вот смотри сахар. Иногда не попадала. Целых 16 лет Даша старалась не думать о болезни. Любила представлять, что абсолютно здорова. А 7 лет назад после операции поняла. С диабетом шутки плохи, когда простое удаление кисты закончилось тяжелым кетоацидозом. Я вообще лежачая была, я не вставала. Я думала, что ну как бы это все. Ну вот пришел мой конец. Я начала задумываться о том, что ну я не хочу так. Я боюсь, что с едой я что-то делаю не так или переедаю. Еще я поправилась на помпе. Очень часто гипую. Гиповать. Гипа. В переводе с диасленга гипогликемия. Сниженная концентрация глюкозы в крови. Наиболее частые симптомы. Слабость, дрожь в теле, чувство тревоги, потливость, бледность кожи, повышение аппетита. А также в тяжелых случаях при глюкозе менее 2,8 мм на литр, нарушение зрения, речи, координации движений, судороги, спутанность сознания, вплоть до комы. В проекте я надеюсь, что меня научат тому, что можно совмещать и обычную жизнь, и диабет. То есть вот эта золотая середина, она нужна. У меня голова взрывается. Оказалось, принять диабет не так уж и сложно. Гораздо труднее поймать нужную волну. Подружить сахара с питанием и спортом. Я хожу в тренажерный зал. Как часто? Сейчас 5 раз в день. Ой, в неделю. Даже я до такого еще не дороже. Раз уж мы затронули тему спорта, меня Алексей зовут, я тренер этого проекта и сам по совместительству диабетик. Алексей Шкуратов, тренер проекта. Кандидат в мастера спорта по акробатике и силовому троеборью. Вице-чемпион Северо-Запада России и Восточной Европы по бодибилдингу. Даша, кто вас больше всего впечатлил из экспертов? Мышцы Алексея. Я сам болею диабетом 10 лет и могу с полной уверенностью сказать, что это не страшно. Проблема даже не в самом диабете, а в том, как люди смотрят на него, как они к нему относятся. Они смотрят на это как на заболевание. Я смотрю на это как на дополнительную мотивацию, чтобы держать здоровый образ жизни, заниматься, дисциплинировать себя, свою жизнь. Я готова. Идем? Конечно, идем. Поехали. Лена, расскажите, пожалуйста, что вас привело на наш проект и какие цели вы перед собой ставите? Так получилось, что у меня диабет, у мужа диабет. И мы родили ребенка. Ребенок здоровый, ему 4 годика. Когда мы начали планировать ребенка, я очень серьезно собой занялась. Гликированная привела к уровню 4,8 у меня был. Ну и потом, когда умер муж, к сожалению, я немножко, конечно, паникала, и с хора пошли уже вверх. А, Елена, мы вам соболезны. Скажите, пожалуйста, а что произошло с мужем? У него были частые приступы к гипогликемии. И ушел в кому, 4 раза его вводили, но так он уже в себя не пришел. Меня зовут Василий, я психолог. Есть ли у вас какие-то пожелания, видения того, чем человек такой профессии, как я, мог бы быть вам полезен в рамках этого проекта? Василий Голубев, психолог проекта. Действительный член профессиональной психотерапевтической лиги России. Сертифицированный практик Европейской ассоциации психотерапии. Ну, я ни разу не обращалась к психологу, если честно, вот по причине диабет, ну, вот все, что связано с диабетом, но я считаю, что он мне необходим, потому что я немного стесняюсь своего диагноза и не хочу, чтобы там кто-то знал обо мне, что у меня диабет. Мне кажется, что люди на меня сразу будут по-другому смотреть. Очень надеюсь, что проект Дей Челлендж поможет мне вернуться в полноценной жизни и быть счастливой. Спасибо, всем пока. Екатерина, главный критерий отбора участников. То есть вот видите человека и понимаете, вот его берем, а вот этого не берем. Самое главное – это мотивация человека, насколько он готов к изменениям. Потому что у нас не будет времени на то, чтобы человеку убеждать изменить свою жизнь. Кириллу Кузьмину 27 лет, 18 из которых он живет с диабетом. Сейчас, как считает сам Кирилл, он в хорошей форме – эмоциональной и физической. Спортивная площадка – одно из любимых мест. О настоящем Кирилл говорит с удовольствием, о будущем с восторгом, а вот о прошлом вспоминать не хочет. На самом деле это тяжело, вот когда вот 9 лет, да, я проснулся, ну, меня увезли на реанимации, и вот я ночью открываю глаза, просто вот этот потолок, я не знаю, где я. Больниц в детстве Кирилла было так много, что он не успевал общаться со сверстниками. Одиночество – вот что его тогда беспокоило. Отсутствие друзей. И в то же время ожидание чего-то прекрасного, особенного. И счастье действительно не заставило себя ждать слишком долго. В 25 лет Кирилл встретил свою любовь. Женились мы, на самом деле, недолго тянули, то есть, там, через полгода знакомства, в принципе, но я вот уже предложил жениться. Так рядом с Кириллом появился человек, с которым, наконец, можно было гулять, смеяться и говорить часами обо всем на свете, кроме диабета. Тема, как считал Кирилл, не очень романтичная для молодоженов. Ну, я догадываться начала, просто, ну, человек, как бы, сникерсы ночью ест, и это было странно. Вот. Ну, а потом, через какое-то время, да, он сказал мне. Вы измеряете уровень сахара, как вы сказали, один-два раза в день. Почему? Иногда больше. Зависит от распорядка дня. Сегодня вы измеряли уровень сахара? Да. Сколько? Была гипогликемия 3,7 с утра. А можем сахар померить? Конечно. Сейчас? Да. Сколько там сахара? 4,1. Мне нужен этот проект. Я хочу быть здоровым. Я хочу и могу улучшать свою жизнь. Я готов бросить себе самый смелый вызов и делать все для достижения своих целей. Мне кажется, он очень такой положительный, и мне почему-то кажется, что как раз он сможет подружиться с диабетом. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Нюра Шарикова. Диабет у меня 29 лет, стаж. Самой у меня 33 года. Нюра Шарикова говорит о своем заболевании легко и просто. Часто с юмором. Мечтает открыть свой отель в Азии и стать узнаваемой личностью. Любимые фразы с детства. Нет проблем, и сахарный диабет – это не конец жизни. Я другой жизни не помню. Я всегда с диабетом. Я не знаю, как жить без диабета. Я хочу узнать, как жить без гипогликемии. Вот это вот моя вообще мечта. То есть гипогликемия – это моя проблема. А недавно к проблеме частых гипогликемий добавилась еще одна – необъяснимые внезапные утренние параличи. И неунывающая Нюра испугалась не на шутку. Я не могла ни двигаться, ни говорить, ни глотать ничего. И это очень страшно. Что было, никто не знает. А как долго эти состояния у вас длились? Первый раз, когда был приступ, это было минут 20. А последний приступ – полтора часа. Диагноз сахарный диабет первого типа мне поставили в 4 года. Все это время я веду очень активный образ жизни. Много работаю, занимаюсь спортом, путешествую. Могу халатно подойти к выполнению задачи. Смущают, правда? Не уверена. Дину, кстати, можно взять. Всем привет. Меня зовут Дина. В феврале мне исполнилось 30, а моему диабету 21. Один-два раза легкие гипо. А, кстати, она тэквондо занимается. Тэквондо, ничего себе. Диагноз сахарный диабет Дине поставили в 9 лет. Сначала делала то, что говорили врачи и родители. Но очень скоро научилась справляться со своим заболеванием сама. Осознала, изучила, приручила. Это тотальный контроль. Это 24 часа каждый день. Ты думаешь, что, как, чего. Это последний мысль, с которым ты засыпаешь. Как, что сегодня, соответственно, как пройдет ночь. Это первая мысль, с которой ты просыпаешься. Потому что последнее, что ты делаешь перед сном, это измеряешь сахар. Первое, что ты делаешь утром, это измеряешь сахар. Поэтому проблем с сахарами у Дины нет. Разве что нежелание обсуждать это с окружающими. Ни с коллегами, ни даже в близком кругу друзей. Для меня этот проект – это своего рода каминг-аут. Поэтому было бы интересно, наверное, вот в этой части послушать какие-то советы, мнения, идеи. Еще Дина надеется, что проект Диа-челлендж поможет ей стать на 18 килограммов легче. Сейчас на ее весах 68, а Дине надо, чтобы было 50. Почему именно 50 килограммов? Просто желание. Когда вы в последний раз были в таком весе? В 15 лет. А как вы считаете, 15 и 30 лет – это разные возрастные категории? Мы не переубедим этого человека, мы можем только ее активность использовать в работе проекта. Ну да, такая она конкретная. Ну, я бы взяла ее все-таки в проект. Ну, а если не получится, с удовольствием понаблюдаю за процессом на Ютьюбе. Только что вернулась в зал ожидания последняя участница нашего кастинга – Дина. Расскажи нам, пожалуйста, устали ли эксперты за весь этот день? 9 часов непрерывного общения, 9 претендентов. Еще несколько минут, и эксперты будут готовы назвать имена шести героев. Мы все в определенной степени герои, потому что живем с этим заболеванием, и только мы, в принципе, знаем, что это такое, когда ты борешься с этим каждый день. Даже если я не прихожу в этот проект, то у меня уже такой кладезь информации. Так классно провели день, нас так вкусно покормили, поболтали, посмеялись. Сейчас от нас уже ничего не зависит, и только эксперты сделают этот трудный выбор. И сейчас мы, наконец, узнаем, кто вошел в проект ДиА-челлендж. Уважаемые участники, во-первых, хочу от лица нашей компании, компании Элта, поблагодарить вас всех, что вы приняли участие в кастинге, что решились на такой поступок. Я считаю, что само по себе это решение, наверное, нелегко вам далось, да, это смелость. Мы посовещались с коллегами и решили, что вы все проходите проект. Поздравляем вас! Выбор сделан! В проекте примут участие все девять человек, решившихся рассказать о себе миру, готовых изменить свою жизнь к лучшему и вдохновить на это других. Вообще мы такие разные просто! То переменяешь, потом там еще... И все, блин, все такие крутые! Елена Варанкина Вероника Георгобиани Дмитрий Шевкунов Анастасия Мартынюк Дина Доминова Нюра Шарикова Дарья Санина Ольга Щукина Кирилл Кузьмин Впереди у участников проекта медицинское обследование и первая общая встреча в загородном доме. Это проект Диа Челлендж. Встретимся через неделю. Диа Челлендж